Эти мальчишки и девчонки уже понимают, в какой прекрасной стране они живут, и потому громко подхватывают песню о России. А еще в России принято зажигать свечи в память об ушедших и помнить о них только хорошее. Да, они и были такими, смелыми, жизнерадостными, готовыми в любую минуту защитить. Восемь ребят, погибших за свою родину, за то, чтобы мы жили здесь спокойно, и мы гордимся ими. Гордость за школу, что она, вот в связи с этой ситуацией в стране, мы начинаем вспоминать все-таки, что мужчины, они не в 20 лет становятся мужчинами, а они начинают быть мужчинами с маленького возраста. Наши предки, деды, они боролись за нашу родину, да, за наш кусок земли. И чтобы не происходило, как бы тяжело не было, нужно сейчас встать всем, не ждать повестки, там, мобилизации. Нужно встать просто и идти защищать свою родину. А жены, дети и родственники, они должны быть как тыл, они должны поддерживать теми же письмами, как сейчас детки в школе пишут их. Это так трогательно, эти рисунки. Я потеряла одного из двух мужчин в своей семье, да, самого старшего, но у меня есть младший, который гордится своим папой, гордится мужчиной, который есть в нашей семье, и наш маленький мужчина, он тоже растет. Да, настоящего мужчину надо воспитывать с раннего детства, это хорошо понимают учителя школы. Что сейчас во многих семьях, вот, например, у Матвейки у нас забрали папу, он сейчас в Луганске, служит два километра под Луганском. Мальчик у нас очень хороший, переживает за папу. Ну, а другие ребята, вы сами видели, дети, которые иногда даже жесткие по своему характеру, они, тем не менее, вот сидели, плакали. Значит, понимают, воспринимают, может, где-то на эмоциональном уровне, но они это понимают сейчас. Слезы на глазах третьеклассников – это хорошее эмоциональное происходящее. Значит, они чувствуют и понимают, в какое время живут. А значит, растет достойная смена юно-армейцам. Но мой сын Пшеничкин Константин в одном из утренних боев, защищая город, погиб. Так сложилась ситуация, что враг подошел близко к их позициям. Он выскочил из окопа, вызвал огонь на себя, и последние его слова были – Пойдем, братва, рубить укропов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова